Дом номер 17 был на уровне второго этажа одного подъезда. Сейчас мы с вами видим, что объект практически имеет стопроцентную готовность. Помощник прокурора Нина Петрова последние полгода бывает на этой стройплощадке почти каждую неделю. В декабре прошлого года в надзорное ведомство пожаловались на масштабные работы на окраине Новосоколовогорского поселка. Почти сразу выяснилось, дома здесь возводят незаконно. Были проведены соответствующие проверочные мероприятия, которые показали, что данная стройка является незаконной. У нас застройщик нарушает правила землепользования застройки в части разрешенного вида. Незаконно то, что строительство ведется в отсутствии разрешения на строительство. Если верить рекламе, микрорайон Цветочный едва ли не самое благополучное место жизни в городе в плане экологии. Здесь нет шумных трасс и крупных промышленных производств. Рядом небольшой лесок и даже речка. Вот только нигде в рекламных проспектах не указано, что буквально в 20 метрах от дома под землей располагается опасный объект – промысловый нефтепровод. В случае возможной аварии вот это жилье окажется в эпицентре экологического бедствия. Возводит дома компании «Стройфин». Ни предписание прокуроров, ни административный штраф стройку не остановили. В итоге после разбирательства в суде появился вердикт – постройки снести. Данные многоквартирные дома признаны самовольной постройкой. Суд обязал застройщика ООО «Финансово-строительная компания «Стройфин» произвести снос данных объектов за счет собственных средств и привести земельный участок в первоначальное состояние. Пока продолжались судебные разбирательства, руководство «Стройфина» и не думало сворачивать работы. На стройплощадке уверены – осенью в этих домах будут жить люди. Ближе к Сентябрюзе все уже люди будут жить. И в этом и в этом доме следующие дома живут. А вы знаете о том, что эти дома собираются сносить по решению суда? Не, я не знаю. В первый раз слышу. У этого строительного скандала есть одна особенность. По данным прокуратуры, застройщик не успел продать ни одной квартиры. А это значит, что саратовцы от самовольной деятельности строителей не пострадают. Горожане на этот крючок не попались. Алексей Молчанов, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Продолжение следует.